В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город новости по Выборгски». В студии Татьяна Анкудович. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Белое море рождается в водах Финского залива. Строящийся траулер спустили на воду на Выборгской верфи. Безопасность на дорогах. Школьники призывают взрослых быть аккуратнее за рулем. Они сумели выстоять. Мы продолжаем знакомить вас с судьбами свидетелей войны. Игристое разбилось о борт Белого моря. Торжественная церемония спуска на воду траулера состоялась на Выборгском судостроительном заводе. Его строят по заказу Архангельского тралового флота. В чем уникальность судов этой серии, узнала Виктория Иванова. Обеспечивать продовольственную безопасность страны в северных морях. Такая задача будет стоять перед экипажем этого судна. Сегодня морозильный траулер «Белое море» торжественно спускали на воду. В его строительстве принимают участие 2000 работников Выборгского судостроительного завода. Заказчик – Архангельский траловый флот. «Белое море» – третий в серии из четырех судов. Его закладка состоялась 25 мая 2018 года. Срок сдачи – 2021. Приветствуя заводчан и почетных гостей, губернатор Архангельской области Игорь Орлов отметил, что жители региона с нетерпением ждут завершения строительства этого судна. Это очень здорово, что Вы сегодня делаете эту высокую миссию, создавая новые современные суда для русского севера и для Арктики. Мы очень ждем этот корабль. Он нужен для того, чтобы решать очень много задач, которые стоят перед рыбаками в этой непростой территории, в очень непростом части Мирового океана. Честь провести именно речение судна выпала супруге губернатора Архангельской области Татьяне Орловой. Она и стала крестной матерью Белого моря. 86 метров в длину и 17 в ширину – таковы габариты траулера. Как рассказал представитель заказчика, проект КМТ-01 имеет ледовый класс «Айс-3». Будет работать в Баренцово-Нарвежских морях на донных видах рыбы. Траулер очень современный. И по насыщенности оборудованием на квадратный метр, наверное, самое насыщенное судно из всего того, что когда-либо строили российские заводы. Каждое судно этого проекта оснащено фабрикой по переработке рыбы. Установленное на борту оборудование предназначено для выпуска филе, рыбьего жира, рыбной муки и консервов. Строительство судов ведется в рамках программы инвестиционных квот, стимулирующих размещение заказов на рыбопромысловые суда на отечественных верфях. Строительство серии этих судов именно для Выборга означает прежде всего работу и большой объем заказов, как минимум больше, чем для двух тысяч в Баржан. На сегодняшний день завод обеспечен работой на 100%. Более того, у нас наблюдается даже недостаток рабочих рук. В том числе именно благодаря серии рыболовецких судов, которые были законтрактованы, которые сейчас строятся на заводе. Добавим, Выборгский судостроительный завод с начала года подключился к национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости». В Ленинградской области реализацией этой программы занимаются профильные комитеты правительства региона. Цель нацпроекта – обеспечить ежегодный 5-процентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях к 2024 году. Главы Ленинградской области и Санкт-Петербурга приступили к переговорам по вопросу объединения системы обращения с отходами. Ключевые моменты – информационная открытость и компенсационный экологический сбор с каждой вывозимой тонны мусора. Как заявил губернатор Александр Дрозденко, регион готов определить зеленые парковые зоны в 30-километровой полосе вокруг северной столицы, где будет запрещена любая хозяйственная деятельность. По его словам, эта территория станет легкими мегаполиса. Но мы просим и Петербург в соотношении 50 на 50 создать совместную программу по переработке того мусора, который Петербург ввозит в Ленинградскую область и компенсацию части экологических нагрузок, которые несут жители Ленинградской области, там полигоны, которые принимают только петербургский мусор. Ленобласть намерена направлять эти средства на экологические мероприятия в населенных пунктах, расположенных вблизи полигонов. Интеграция в сфере обращения с отходами позволит сделать жизнь людей более качественной, считает губернатор. Доступная и функциональная музыкальная школа на 600 мест появится в Выборге. Архитектурный конкурс на разработку эскизного проекта здания организовала и провела районная администрация. Его итоги озвучили в ходе финального заседания жюри. Подробности в следующем сюжете. Строительство музыкальной школы Выборге планируется на улице Кеппа. Открытый конкурс эскизных проектов был объявлен в ноябре прошлого года. Первый этап состоялся в январе. Представленные проекты, всего было пять заявок, рассмотрело жюри, в состав которого вошли члены Союза архитекторов России, представители областной и районной администраций, руководители Выборгской школы искусств и другие эксперты. В финал вышли три участника. На итоговом заседании выбирали лучшую концепцию здания и благоустройство прилегающей территории, которая будет ограничена улицей Кеппа и проспектами Суворова, Ленина и Московским. Авторы отвечали на вопросы специалистов и защищали свои проекты. Как отметил глава районной администрации Геннадий Орлов, в каждой идее нашлась своя изюминка. Есть и небольшие минусы, именно небольшие, которые мы долго обсуждали и долго принимали решения. Чтобы быть кратким, хочу сказать, что всем спасибо. Надеюсь, что проектирование у нас не последнее в Выборге, в Выборгском районе. По итогам голосования победителем конкурса стала компания «Новый город». Теперь муниципалитету нужно решить вопрос финансирования разработки проекта. Затем городу предстоит строительство. Вот чтобы все это правильно показали, чтобы это было красиво, и, как сказать, надеемся, что все это будет построено. Как рассказали специалисты компании, при работе над проектом они руководствовались его социальной значимостью, требованиями к образовательным учреждениям, а также необходимостью функциональных архитектурных решений. Очень приятно, что нас оценили, что, скорее всего, наверное, увидели ту идею, которую мы пытались донести. Это очень важный, ответственный момент в части образования стиля архитектуры, параметров объекта. И учитывая значимость объекта, как новая музыкальная школа для города Выборга, где в данный момент школа представлена несколькими филиалами, это представляет определенные неудобства для детей, для их родителей. По проекту основой здания музыкальной школы станет железобетонный монолитный каркас, облицовка, штукатурка и металлические пластины, в которых будет отражаться окружающая архитектура. Планируется, что в новой школе будет концертный зал на 300 мест. Отдельный учебный блок включит в себя просторные классы, предусмотрены и небольшие залы для прослушиваний. Мы учитывали и самую главную близость библиотеки, как такой основной архитектурный доминант и окружающие застройки. И учитывали сложившуюся исторически застройку этой местности. Кстати, у главного архитектора проекта Елены Фурс вся семья музыкальная, а сама она играет на фортепиано. Елена надеется, что в новую музыкальную школу вместе со многими талантливыми выборгскими ребятами пойдут и ее дети. В библиотеке Альвара Алта прошла тематическая встреча с врачами-специалистами стоматологической поликлиники. Организаторы руководства Выборгской межрайонной больницы приурочили мероприятие к Международному дню стоматолога, который отмечают во всем мире 9 февраля. Медики раскрыли секреты здоровой улыбки у детей и взрослых, а также рассказали о достижениях современного зубопротезирования. Это мероприятие проводится для повышения в том числе грамотности населения, для того, чтобы обратить внимание населения на свое стоматологическое здоровье с целью санитарного просвещения по поводу заболеваний. Данное мероприятие в этом году проходит впервые, но мы надеемся, что оно станет ежегодным, если будет, конечно, интересно нашим жителям, жителям города нашего. Помимо полезной теоретической информации, все участники встречи получили талончики на профилактический осмотр у стоматолога. Кстати, скоро их перестанут выдавать в регистратуре. С 13 февраля записаться на прием к зубному врачу можно будет онлайн на сайте Выборгской межрайонной больницы, на портале госуслуг или по телефону единого колл-центра 67 001. В Выборгском районе будут развивать движение Юнармия. Уже прошло первое заседание Координационного совета. В его состав вошли директора школ, представители районной администрации и военкомата. За происходящим наблюдала наша съемочная группа. Под эгидой Юнармии сегодня объединены 2400 школьников Ленинградской области. Наравне с кадетами юнармейцы стремятся к победам в учебе и спорте и готовят себя к служению Отечеству. В Выборгском районе это военно-патриотическое движение только делает первые шаги. В этом году к нему присоединятся кадеты Каменской и Советской школ, Выборгской школы номер 12, а также ребята из Приморска и Глебычева. Посильную помощь в развитии патриотического движения готовы оказывать представители отдела молодежной политики. Здесь есть в этом необходимость у школы, у кадетских классов. Мы готовы, сотрудники нашего отдела, которые имеют опыт военной службы, готовы помочь с островой подготовкой, и чтобы наши кадеты 9 мая, которые ждать большие мероприятия, выглядели еще лучше, чем они действуют сейчас. Летом юнармейские отряды начнут работать в детских оздоровительных лагерях, загородных и школьных. Во вторую смену это будет 12-я, 8-я школа, первую смену 37-я, советская школа, каменская школа, приморский центр образования. Ну и третья смена, это 6-я школа и 10-я. Также на заседании обсудили план мероприятий на ближайший год. А это значит, что совсем скоро в Выборгском районе появятся отряды юных патриотов в красных беретах. Мы за безопасность на дорогах. Акция под таким названием состоялась на улицах Выборга. Зачем школьники останавливали автомобили, узнала наша съемочная группа. Кадеты школы номер 7 в правилах дорожного движения разбираются лучше многих взрослых. В своей школе они прошли курс специальной подготовки и даже сдали экзамены. Сегодня подростки призывают горожан неукоснительно соблюдать ПДД и быть внимательными, как за рулем, так и при переходе проезжей части. Региональная акция «Мы за безопасность на дорогах» призвана снизить аварийность, которая, к слову, значительно возросла в последние месяцы. Данная акция проводится с целью привлечения внимания к дорожно-транспортной обстановке, чтобы водители были внимательнее вблизи пешеходных переходов. Члены отряда юных инспекторов дорожного движения совместно с сотрудниками ГИБДД останавливали автомобили и проводили беседу с водителями. Доброе утро, ГИБДД города Водорога, в Казьет. А нет? Мы хотели бы к вам обратиться. Доброе утро. Мы к Казьету школы номер 7. Сегодня мы участвуем в региональной акции «Мы вместе за безопасность на дорогах». Это письмо написали начальные классы нашей школы. Это обращение к вам, чтобы вы не нарушали скоростной режим, правила перевозки детей и чтобы у вас все было хорошо. Несмотря на то, что с утра все спешили, школьников внимательно выслушивали и обещали быть осторожными за рулем. Я считаю, что это правильно. Надо ездить аккуратно, не спешить. И будешь жить здорово, и машина будет целая, и здоровье будет хорошее. А вам спасибо за то, что у вас вот такая инициатива появилась. Если бы таких вот побольше было и почаще останавливали, то может быть и нарушений было бы меньше. Водители с нами очень приветливы. Они рады такому вниманию и всегда готовы нам содействовать. Стоит отметить, что по статистике пешеходы нарушают правила дорожного движения не реже автомобилистов. Переходят проезжую часть в неположенном месте, а также забывают о необходимости быть заметными для водителей. Ведь не случайно большинство наездов происходит именно в темное время суток. Также хотелось бы обратить внимание пешеходов на то, чтобы в темное время суток обязательно были при себе световозвращающие элементы. А также, прежде чем перейти проезжую часть, необходимо убедиться в безопасности своего перехода, быть внимательнее. Сами подростки проведенной акции остались довольны. Они считают, что такие мероприятия заставляют водителей как минимум задуматься о своем поведении на дорогах. Ювелирное украшение премиум-класса обнаружили выборские таможенники у пассажирки поезда «Аллегра», который шел по маршруту Хельсинки-Петербург. В багаже россиянки нашли кольцо известной швейцарской фирмы. Дорогостоящую вещь женщина не задекларировала, так как, по ее словам, решила, что ее стоимость не превышает нормы провоза на двоих. Кольцо инспекторы изъяли. Эксперты установили, что стоит украшение без малого 175 тысяч рублей. В отношении хозяйки кольца возбуждено дело об административном правонарушении. Ей предстоит выплатить штраф в размере половины его стоимости. Чемпионат мира по пахоте впервые пройдет в Ленинградской области. Он соберет национальные команды из 30 стран мира. Первая декада августа в регионе объявлена аграрной. Распоряжение о ее проведении подписал губернатор Александр Дрозденко. С 1 по 10 августа Ленобласть станет центром мировых агротехнологических достижений. Во Всеволожском районе построят трибуны, детскую зону развлечений, организуют ярмарку. На поля зрители доставят специальные автобусы. Будет продемонстрирована сельскохозяйственная и перерабатывающая техника, оборудование, а также племенные животные. Свою продукцию представят ведущие аграрии региона, в их числе работники АПК Выборгского района. Мы продолжаем знакомить зрителей с живыми свидетелями Великой Отечественной войны. Накануне мы побывали в гостях у жительницы Выборга, друженицы тыла Зинаиды Федоровны Зайцевой. О чем рассказала она о нашей съемочной группе, узнаете из следующего сюжета. В свои без малого 96 лет Зинаида Зайцева прекрасно помнит те страшные дни. Когда началась война, она еще не успела окончить школу. Подросткам вместе с младшей сестрой попала фашистский плен. Из родной Белоруссии вместе с односельчанами их поездом отправили на вражескую передовую. Вечером, как потемнеет, нас берут на эту, на передовую, дают норму вырыть траншеи. И чтоб мы до утра и вырыли эту норму, и это, ну, как, замаскировали. Я пули так летают, с нарадами недалеко рвутся. Меня один раз с нарадом засыпало, но ничего не повродило. Платок только потирала. Нигде песку не нашла, жамлю и засыпала. Чудом избежав смерти, она долгие месяцы трудилась на грани человеческих возможностей. Стрельба и взрывы, голод и холод – это лишь часть пережитых кошмаров. Долгие годы Зинаида Федоровна со слезами на глазах вспоминает неоправданную жестокость, с которой пришлось столкнуться во время войны мирным жителям. Они так не любили немцев, евреев, набирали их, набрали много этих евреев и вырыли траншей большой, их у всех там с автомата. Кого убили, кого так вот зарыли. Три дня земля шмелилась, мы ходили еще смотреть. Еще на Баушевскую на эту ходили, висельницы там были, кто проведется, так еще вешали. Это я что пережила, так вот сейчас как вспомню, душа меня сплю, а еще вспоминается. В годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла каждого третьего жителя. Но даже залитая кровью миллионов людей, разграбленная и полуразрушенная, республика не сдавалась. Именно здесь действовало самое крупное партизанское движение в Европе. Многие населенные пункты тогда опустили. Как и родная деревня Зинаиды Зайцевой в Витебской области. Волею судьбы она вновь оказалась там, незадолго до победы. Нас погнали и гонят. И как раз мы шли через нашу деревню. Со мной еще была младшая сестра моя. Я с 24, а она с 27 года. Вот мы шли в строю. И с нами шел этот немец, не немец, а чех. Ну и вот у нас ведутся по нашей деревне как раз. А я на сестру Узеладу в один дом пихнула. И сама забежала. И этот за нами прошел. Я думала, нас там убьет. А она сказала, нам капут, а вы будете жить. И все, по шоколадке нам дала с сестрой. И пошел немец. И тут как раз и война кончилась, и все, и остались живые. В Выборг Зинаида Федоровна переехала в 1961 году. Больше 30 лет проработала поваром в столовой номер 2 на Красной площади. Сегодня у нее трое внуков и пятеро правнуков. И главная мечта, чтобы они никогда не увидели войны. Помнить о войне, чтобы жить в мире. Библиотека Альвара Алта и медиагруппа «Наш город» проводят совместную акцию «Любимая книга о войне». В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне мы хотим обратить внимание жителей и гостей Выборга на книги, которые важны нам всем. Это книги о подвигах наших дедов и отцов. Это книги, в которых описаны страдания, описана та суровая повседневная жизнь, которая была в годы войны. Те книги, которыми мы возвращаемся, которые, возможно, хранятся в нашей семье. Все желающие могут рассказать о дорогой для себя книге о войне, прочитать отрывок из нее или стихотворение. Участников акции ждем 7 и 21 февраля в читальном зале библиотеки «Алта». С 17 до 18 часов там будет дежурить съемочная группа. Ваши рассказы увидят и услышат тысячи зрителей в эфире Выборгской муниципальной телекомпании в социальных сетях и на сайте выборг.тв. На той войне незнаменитой под Выборгом реконструкторы воссоздадут сражение, ставшее ключевым в прорыве линиям Энергейма. Мероприятие, посвященное 80-й годовщине события, пройдет вблизи поселка Каменка в воскресенье 9 февраля. В 13 часов на высоте 65,5 развернутся полевые лагеря Красной Армии и финнов. Будет работать полевая кухня. В 15 часов пройдет торжественный митинг. Военно-историческая реконструкция начнется в 15.30. Звезды кинематографа вновь съедутся в средневековый город. Выборг в 28 раз примет фестиваль российского кино «Окно в Европу». Кинофорум пройдет с 7 по 13 августа. В фестивальные программы включена кинопродукция всех жанров. Это документальные, анимационные и игровые фильмы. А также по традиции картины, созданные нашими режиссерами совместно с коллегами из других стран. Престольный праздник отметят 11 февраля в храме священномученика Игнатия Богоносца в Выборге. Согласно преданию, он принял мученическую смерть за веру. Его растерзали дикие звери в Колизее по приказу римского императора. Божественная литургия в храме начнется в 9.30. По ее окончании собравшихся ждет угощения и народные гуляния с участием фольклорного ансамбля «Вереск». В Выборге открыты три ледовые площадки для массового катания на коньках. Для любителей активного отдыха на свежем воздухе подготовлен лед на улице Выборгской, 24, в стадионе «Локомотив», расположенном у подножия Папульской горы, и на центральном городском катке у стадиона «Авангард», который можно посещать ежедневно. Он работает с понедельника по пятницу, с двух часов дня и до десяти вечера, а в выходные открывается раньше, в 13 часов. Также здесь выдают коньки на прокат. Размеры коньков, в принципе, от самых маленьких, там от 22 до 47, то есть все есть, поэтому как бы ловим момент, пока есть погода, приходим, катаемся, отдыхаем, семь ими. По ценам все то же самое, тоже 200 рублей, час прокат коньков, вот, каждый последующий час 150. По льду лед сейчас идеальный, в принципе, вчера уже заливались горячей водой, ну и как бы надеемся, чтобы погода нас не подвела, и чтобы он как можно больше продержался. Обладатели собственных коньков могут кататься в любое время, за исключением часов заливки льда. Процесс происходит примерно с 8 до 13. В темное время суток вокруг катка зажигаются огни, играет музыка. На этом наш выпуск завершен. Увидеть программу «Город. Новости по-выборски» вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг.тв в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова